Мы сейчас находимся в мастерской художника Татьяны Букреевой. Давайте я покажу, что у художника в холодильнике. Открываем вот так холодильник. И помимо разных вкусностей и продуктов, у нас еще в холодильнике краска. Вот в таком пластиковом контейнере я храню краску, которая осталась с написания какой-нибудь картины. Если есть хорошие замесы, осталось много краски на палитре, то ее можно вот таким вот образом убрать. Поэтому берите на заметку такой вот лайфхак для тех, кто очень экономный и жалко смазывать краску с палитры в тряпочку, например. Ну а я еще раз приглашаю всех на курс. У нас стартует пятый поток курса «Полноцветное видение, любовь и радость через живопись», где я буду много чего рассказывать, делиться своими секретами и не только про живопись, и не только про краски. Кстати, а вот это тот самовар, который я приобрела на блошинном рынке и о котором я рассказывала на арт-семинаре «Источники света». Если вдруг не смотрели, то переходите, смотрите, он пока в открытом ДУС, там огромное количество полезной информации для тех, кто хочет научиться писать картины живописно. Ну и так как мы уже снимаем сейчас видео в нашей мастерской, я покажу, что у нас тут происходит. Вот так вот стоят мольберты, буквально через несколько минут все соберутся, будем писать, творить. Это вот наш рабочий уголок, тоже если вдруг кому-то полезно. Наверное, даже сегодня сниму видео, какие материалы нужны для того, чтобы начать писать картины, потому что я только что получила такой вопрос в сообщениях. И я понимаю, что, наверное, эта информация тоже нужна и для тех, кто идет на курс, хотя у вас есть там отдельное письмо со списком материалов, и для тех, кто просто пишет картины и пока, может быть, не готов еще серьезно обучаться. Хотя, конечно, чтобы писать грамотно картины, нужно знать основы, фундамент живописи, чтобы получать удовольствие от результата. И, конечно, вот такие работы. Так что видео я сегодня сниму. Ну, а так желаю всем успехов в вашем любимом деле. С вами художник-педагог Татьяна Бакреева.